Кремлёвская пропаганда, как может, оправдывает неудачи российских оккупантов. За более чем три месяца Москве не удалось достигнуть поставленных целей в Украине, говорят эксперты. И явного преимущества, которое можно было бы представить российским зрителям круглой дате – 100 дней так называемой спецоперации нет. Сейчас уже 100 дней войны, а не 2-3. Серьёзных результатов кроме Херсона, кроме отдельных районов на востоке Украины никаких успехов нет. На Киевщине колоссальный провал, потому что действительно их здесь просто разгромили. Их было уничтожено более 80%. Это нужно было как-то местной публике объяснять. Поэтому это направлено прежде всего на российскую аудиторию. Необходимо объяснять, почему так произошло, почему такой провал. В Кремле распорядились не упоминать в российских СМИ о том, что так называемая спецоперация длится уже 100 дней и вообще не акцентировать внимание на длительности военных действий. Об этом сообщает «Медуза», ссылаясь на инсайдерские данные. А информацию о войне в Украине пропагандисты теперь подают совсем в другом ключе. Отчаянно пытаясь убедить людей, война затягивается, потому что Россия борется на территории Украины с НАТО. Поставки оружия и боеприпасов, военно-технического имущества и других составляющих, которые способствуют действиям украинской армии так же, как и поддерживают украинскую экономику, это не является непосредственным участием в военном конфликте. Ведь сейчас с таким же успехом мы можем говорить, что и Армения, и Беларусь участвуют в так называемой специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Ведь мы знаем, что авиатехника, в свое время находившаяся на вооружении вооруженных сил Армении, сейчас выполняет боевые задания в составе российских войск. Соцопросы говорят о том, что россияне начинают уставать от новостей о войне, таких уже 39%. Кроме того, власти все сложнее объяснить цели так называемой спецоперации. Сейчас главный нарратив – борьба с Западом. 40% россиян уверены, что война нужна, чтобы не дать НАТО разместить свои базы на территории Украины. Однако цели вторжения командования РФ может поменять еще несколько раз, уверяют эксперты. И на объективную оценку большинства россиян происходящего рассчитывать не рекомендуют. Любые успехи или не успехи, но поданные под соответствующим соусом российскими генералами и поддержанные российской пропагандой, способны представить для россиян, для российского сообщества, как те факты, которые являются бесспорными, состоявшимися и, соответственно, манипулировать общественным мнением именно в тех контекстах и с теми задачами, которые определяются высшим военно-политическим руководством Российской Федерации. Убедить можно только грубой силой, чтобы люди почувствовали, что они проиграли войну, они – проигравшая страна. Тогда пусть для них открывается та информация, сколько они потеряли солдат, сколько они потеряли офицеров и генералов, сколько они потеряли техники. Ответственность, которую россияне должны нести за тысячи убитых и покалеченных людей в Украине, эксперты сравнивают с ответственностью Германии. Она по сей день извиняется перед Европой, несмотря на то, что со времен начала Второй мировой прошло 83 года. Лариса Зубенко, специально для информационного марафона Freedom, телеканала Юэй.